МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Реконструкция Октябрьского проспекта – масштабная работа, которая требует тщательной подготовки. В настоящее время на этом объекте проводятся экологические, геодезические и археологические исследования. В этом году планируется завершить все необходимые изыскания. Лишь после этого специалисты приступят к проектированию дороги. Проектирование мы с вами закончим где-то в середине следующего года, где-то весной. И осенью мы выходим на положительное заключение экспертизы. То есть у нас там остается месяц, буквально следующий год, и мы выйдем на конкурсные процедуры на строительство. Для того, чтобы избавиться от пробок, Октябрьский проспект расширят до шести полос. Но ради этого придется снести 58 объектов, установленных вдоль дороги. Такая участь постигнет незаконные здания или объекты незначительного капитального строения. Есть красные линии, установленные генпланом города. И никаких других дополнительных сносов в рамках красных линий не предусмотрено. Кроме того, на главной магистрали Люберец появятся надземные и подземные пешеходные переходы. А на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Красная построят эстакаду длиной 700 метров. Вместе с ликвидацией дорожных пробок в городе решится еще одна главная проблема – ливневой канализации. Стоимость проводимых работ определится в марте 2018 года. Финансирование реконструкции Октябрьского проспекта будет за счет областного бюджета. Луиза Егязарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. В Мособлдуме обсудили проблемы обманутых дольщиков. На заседании выступил глава Люберец Владимир Ружицкий. По его словам, в городском округе большинство недобросовестных застройщиков уже понесли уголовное наказание и пострадавшие получили ключи от квартир. Однако по-прежнему остаются еще несколько проблемных объектов. История покупки этой квартиры началась 13 лет назад. Жительница Октябрьского Виктория Чайковская не могла добиться, чтобы квартира наконец-то была сдана. Только в этом году полноправная хозяйка получила ключи от заветной жилплощади. Однако признается, что ремонт в квартире по самым скромным подсчетам обойдется минимум в 500 тысяч рублей. Беда наша началась в 2004 году. Мы купили квартиры, причем по стопроцентной оплате у застройщика социальная инициатива. Год нас застройщик радовал, он построил фундамент и первый этаж, потом стройка была заморожена. Начали ходить по инстанциям, везде были двери закрыты, никто людей нигде не слушал. По словам Виктории, многочисленные обращения правоохранительные органы в суд в тогдашнюю администрацию Октябрьского не принесли успеха. Тогда пострадавшая решила написать заявление на недобросовестного состройщика социальная инициатива в Следственный комитет Москвы, после чего следователи дали ход уголовному делу обманутых дольщиков. Пятый год, шестой, седьмой, это был ужас. И вот только с приходом новой команды, скажу, в Министерство строительства пришла тогда министр, она дала толчок этому делу. Около 35 миллиардов рублей в Подмосковье потребуется для решения проблем обманутых дольщиков. Правительство Московской области уже сократило их количество с 18 тысяч до 5. Небезызвестный поселок Октябрьский. Могу сказать, что где-то на уровне 2010 года по количеству обманутых дольщиков на тысячу проживающих жителей поселок Октябрьский по этой позиции занимал первое место в России. На сегодняшний день мы этот узел тоже развязали. Целый ряд вопросов по недопросовестным кампаниям властям городского округа Люберцы удалось решить в плотной работе с правительством Подмосковья и с правоохранительным блоком. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий внес предложение, чтобы контроль над строительством домов осуществлял не только застройщик, но и общественность. Мы с коллегами обсуждали возможность, идеальный вариант уйти от долевого строительства. Законодательно запретить. Есть застройщик, кредитуется, строит и продает. Жилье есть, деньги есть, пришел купил. Однако многие пострадавшие от социальной инициативы до сих пор стоят в очереди, чтобы получить ключи от новых квартир. Екатерина Зыкова ожидает новое жилье с 2005 года. В настоящий момент у нас брежет надежда, потому что нас распределили на объект, который сейчас под строительным адресом Тервомайская, ДОУ-20-1. Мы пока на этом объекте числимся только в списках Министерства строительства. С нами никакие договора еще не заключены. В настоящее время в Подмосковье строится более 2000 объектов жилья для обманутых дольщиков. Общей площадью 24,6 миллионов квадратных метров. А недавно в Государственной Думе состоялись слушания, на которых обсуждался законопроект, предполагающий создание государственного фонда для участников долевого строительства. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, Телеканал, ЛРТ. Очередное заседание Совета депутатов состоялось в администрации городского округа Люберцы. На совещании обсудили вопросы бюджета округа приватизации квартир в муниципальную собственность. Также была затронута тема обеспечения жильем отдельных категорий граждан. На сегодняшний день 140 детей-сирот и 73 ветерана Великой Отечественной войны получили квартиры на территории округа. Дополнительные субсидии из бюджета Московской области учтены в доходах и расходах Люберец. Этот и другие вопросы обсудили на соседании Совета депутатов городского округа Люберцы. Учтены дополнительные субсидии из бюджета Московской области на благоустройство территории зоны отдыха, расположенных по адресу город Люберец, Октябрьский профект, дом 226, в сумме 56 миллионов 128 тысяч рублей. Ремонт дворовых территорий, многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, многоквартирных домов в сумме 32 миллиона 970 тысяч рублей. Кроме того, из средств бюджета Люберец выделяются ассигнования для благоустройства городской среды, оборудования линий наружного и архитектурно-художественного освещения парков и памятника Юрию Гагарину в Люберцах. Осуществляющих в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» в сумме 13 миллионов 597 тысяч рублей. Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях культуры города Люберца в сумме 1 миллион 750 тысяч рублей. Народные избранники утвертили порядок обеспечения жильем за счет субсидий отдельных категорий граждан. На сегодняшний день квартирами обеспечены 140 детей-сирот, 73 ветерана ВОВ, 18 уволенных с военной службы, 2 жителей с ограниченными возможностями и 1 ветеран боевых действий. Помимо этого была утверждена учетная норма и норма предоставления общей площади жилого помещения в округе. Предлагается утвердить норму площади жилого помещения для постановления малымущих граждан на учет в качестве нуждающих в размере 10 квадратных метров и установить в городском округе норму предоставления общей площади жилого помещения в размере 14 квадратных метров общей площади на каждой членной семье. Также на соседании рассмотрели вопросы финансирования некоторых учреждений городского округа Люберцы. Происходит перераспределение функций объединения учреждений исполняющих одни и те же задачи и функции. Для их финансирования необходимо предусмотреть передачу иных межбюджетных трансфертов без передачи полномочий. Это было последнее соседание Совета депутатов городского округа Люберцы, после которого народные избранники уходят на каникулы. Екатерина Скрижалина, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. В Люберцах продолжается реализация губернаторской программы «Мой подъезд». На сегодняшний день в городском округе уже отремонтировано около 600 подъездов многоквартирных домов. В перечни работ входят покраска стен, замена почтовых ящиков, а также ремонт входных групп. На днях обновленные подъезды осмотрел глава округа Владимир Ружицкий. Всего на организацию ремонта подъездов предусмотрено более 280 миллионов рублей. Большую часть затрат берут на себя управляющие компании. Также программа софинансируется из местного и областного бюджетов. Всего в этом году в Люберцах отремонтируют 1298 подъездов. Адресный перечень объектов размещен на официальных интернет-ресурсах. Кроме того, у жителей городского округа есть возможность наблюдать за работами в режиме онлайн на сайте меняемподъезды.рф. К данной работе мы подключаем общественность, жителей, активистов, просто неравнодушных, чтобы они, вот именно жители, отзывались о работе, о качестве работ, о цветовой гамме стен, покраска. Ну, по крайней мере, повторяю, нареканий нет. И мы будем дальше этой работой заниматься. На сегодняшний день новый облик приобрели 556 подъездов. Это чуть меньше половины запланированного количества. Ремонт подъездов не предусматривает работу на открытом воздухе, но желательно успеть его сделать в теплое время года до наступления холодов. Главой Люберец поставлена задача – к ноябрю завершить работы в полном объеме. Луиза Егия, Зарян Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. В Люберцах продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий. На днях ход проводимых работ проинспектировало руководство местной администрации. Сколько дворов преобразятся в этом году и что нужно сделать, чтобы попасть в план благоустройства, узнавала наша съемочная группа. Жители дома 41 по улице Кирова уже пользуются новой детской площадкой. Рядом с ней размещены спортивные снаряды. Рабочие в это время завершают укладку асфальта и ремонтируют проезды к придомовой территории. Так, в этом году преобразятся 40 дворов городского округа. Это участки, которые включены в план комплексного благоустройства. Благодаря проводимым работам в Люберецких дворах появится более полутора тысяч парковочных мест. На этапе подготовки документов, как установки детской площадки, так и ремонтов тротуаров, были собрания собственников, были протоколы, которые сдавались и по этим протоколам принимались решения. Во дворах, где мы делаем ремонт, если вы видите, все зелёные наслаждения остались целыми. Ничего не спиливается, деревья не убираются. В этом году благоустройство дворовых территорий проходит в два этапа. Первый, в рамках которого запланировано обустроить 19 участков, практически подходит к завершению. На сегодняшний день работы выполнены по 12 адресам. А через неделю планируется приступить ко второй части комплексного благоустройства. Это ещё 21 двор. На эти цели из федерального, регионального и местного бюджетов выделено порядка 80 миллионов рублей. Гарантия на дворы, на асфальтированное покрытие – три года. Если жители увидят какие-то замечания, всё остальное, мы готовы встретиться, готовы также с подрядчиком эти вопросы подрешать. И в рамках гарантийных каких-то ремонтов что-то устранить. Завершить работы планируется к 1 сентября. Для того, чтобы включить свой двор в план ремонта на следующий год, необходимо подать заявку в администрацию. Они будут приниматься с 1 октября до 1 декабря текущего года. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил ход подготовительных работ к 1 сентября в общеобразовательных учреждениях. На этот раз он проинспектировал гимназию номер 44, где ведётся ремонт актового зала и кровли. Летом во всех общеобразовательных учреждениях традиционно проходит ремонт. В этом году на эти цели потратят более 170 миллионов рублей. Приёмка школ и детских садов ведётся межведомственной комиссией в течение июля. Уже половина объектов приняты, либо приняты с замечаниями. Всегда с начала, скажем, с началом каждого года мы стараемся сверстать планы ремонта в школу. Поэтому такие планы, как правило, уже на столе лежат у нас в марте, в апреле. Мы их утверждаем. Мы ставим задачу, в первую очередь, чтобы в наших школах, в садиках было тепло. Поэтому уделяем внимание отопительным системам. Также особое внимание в ходе ремонта уделяется кровлям и замене окон. В гимназии номер 44 это уже выполнили. Объём работ здесь велик. На них выделили около 6 миллионов рублей. В актовом зале сделали подвесные потолки, заменили светильники. Выровняли и покрасили стены. В порядок приведут полы и сцену. Но это у строителей только впереди. Так же, как и ремонт теплотрассы. Финансирование их большой объём составил. И сами по времени, по продолжительности тоже были достаточно длительными. На сегодняшний день работы приняты с хорошим качеством. В целом все работы проводятся в графике без срывов. Кроме того, к новому учебному году во всех школах округа ремонтируются классы, туалеты, коридоры и гардеробы. Полностью все образовательные учреждения должны быть готовы к 20 августа. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Представители общественной палаты и руководство городского округа Люберцы провели совместный рейд по выявлению стихийных свалок. Проверка прошла на территории Малаховки, где очень часто владельцы дачных участков выкидывают мусор в неположенных местах. Как члены инициативной группы боролись с нарушителями чистоты, расскажет наш корреспондент. Наибольшее количество жалоб поступает от жителей северной стороны Малаховки. Навалы мусора здесь появляются в том числе из-за интенсивного движения транспорта. Чтобы поймать нарушителей, участники рейда распределились по нескольким группам. Недалеко от дачных участков на 4-м Некрасовском проезде они обнаружили самодельное приспособление для сбора мусора. Может быть, кого-то провоцирует ряд таких, например, как здесь. Он будет достаточно длиннее удален, чтобы не было призыва и руки не читали, составляя здесь мусорные пакеты. Чуть позже появилась девушка, которая решила воспользоваться таким своеобразным контейнером. Вы же здесь живёте, вы же хотите жить в чистоте. Вы расскажите не только своим родным и близким, но и всем, кто живёт по этой улице, что надо вместе наводить порядок у нас в Малаховке. Поблизости нет контейнера, так объяснилась девушка. Однако на просьбу не полениться и пройти 100 метров до ближайшей площадки отнеслась с пониманием. А что касается дефицита мест для сбора мусора, то он действительно имеет место быть. Эту проблему местные власти решат в течение двух месяцев. В ближайший месяц мы установим три контейнерные площадки и посмотрим, что у нас там с бюджетом. Найдём какие-то денежные средства для того, чтобы ещё, я думаю, 5-6 площадок надо устанавливать. После проведённой работы участники рейда встретились, чтобы обсудить результаты. Выявление нарушений общественники фиксировали на мобильные телефоны. Женщина поднималась из перехода и выкинула пакет буквально в угол под столбик. Соответственно, мы попросили её поднять этот пакет. Она его подняла, спросила, что ей делать. Мусорки нигде нет. Мы сказали, что около остановки есть мусорка, она спокойно может выкинуть. Подобные рейды общественники руководства округа намерены проводить на постоянной основе. Таким образом, они пытаются достучаться до граждан и доказать, что чисто там, где не мусорят. Ресторан «Валерия» в Люберцах снесли по решению арбитражного суда. Здание незаконно располагалось в охранных зонах сети тепло- и водоснабжения. По словам представителей администрации, это грозило возникновением аварийной ситуации. Ресторан не работает. Такая вывеска появилась на одном из самых больших и известных заведений в Люберцах. А потом и вовсе здание на Октябрьском проспекте начали демонтировать. Произвол – решение арбитражного суда. В течение месяца с момента вступления на решение в законную силу, должник обязан был произвести демонтаж сооружения. Должником данные тарифы были не исполнены. В связи с чем, изыскателю предоставлено право на самостоятельный снос. Дело тянется еще с 2005 года. Тогда владелец сделал площадь кафе больше, чем ему разрешили. Здание стало располагаться в охранных зонах сетей тепла и водоснабжения. При возникновении аварийной ситуации могли быть отключены от тепла порядка 70 многоквартирных домов, 4 детских сада, 2 школы и 23 административных здания. Сначала мы попросили предпринимателя произвести самостоятельно реконструкцию и доведение до тех параметров, которые ей были согласованы. Однако была отказанность ей, и мы вынуждены были обратиться в суд. Снос здания кафе «Валерия» осуществляется представителями службы судебных приставов. Все средства, потраченные на демонтаж и освобождение территории, будут взысканы с собственника. Яна Яковлева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. Люберецкая теплосеть проводит ремонтную кампанию на территории городского округа Люберцы. Работы ведут со своими силами, а также при участии подрядных организаций. Окончание ремонтных работ на магистральном трубопроводе планируется к сентябрю, то есть до начала отопительного сезона. Согласно графику, выполнение ремонтных работ ведется замена магистрального трубопровода диаметром 273 миллиметра. Общая протяженность составляет 326 метров. Сегодня мы находимся на территории дворовой жилых домов. Это южные 11, 13, 15. И с правой стороны это у нас наше офисное здание, строители 8. А Оль и Грецкая теплосеть. Ремонтные работы ведутся японской малогабаритной спецтехникой, которая позволяет проводить замену трубопровода вблизи многоквартирных домов. По системе отопления и магистральной трубопроводы, о чем мы сейчас говорим, мы используем стальные трубопроводы в пенополиуретановой оболочке. За моей спиной вот видно, значит, вот эта темная, это именно эта оболочка. Внутри такой изоляционной системы проходит металлический провод. Это система СУДК, система контроля над состоянием трубопровода в момент работы. Благодаря ей можно легко найти место повреждения. А в случае поломки трубопровода не нужно проводить гидравлические испытания. На сегодняшний день мы ведем работу в центре города, по Октябрьскому проспекту, мимо аллеи Славы. И, значит, с выходом на Смирновскую. Там мы идем не открытым способом, а локальным проколом. То есть где-то выбрали грунт, грунт сразу вывозим на площадке хранения, и складирование, для того, чтобы в городе не было таких навалов грунта. Также ремонтные работы ведутся в поселке Вуги, в Люберцах на улице строителей дом 6-4 и на улице воинов-интернационалистов. На сегодняшний день властями городского округа Люберцы запланирован ремонт 12 километров магистралей. Уже сделано больше двух километров. Всего на капитальный ремонт власти выделили 162 миллиона рублей. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. К другим новостям. На прошлой неделе в Наташинском парке состоялся парад молодоженов. Это мероприятие стало уже традиционным для Люберец. Центральным событием праздника стало шествие, в котором приняли участие счастливые семейные пары. Все вместе они прошли по парку в костюмах со своих свадеб. Коренные люберчане Светлана и Владимир в этом году отметили уже 27-ю годовщину свадьбы. Счастливы каждый день, говорят о себе Васильевы. Но совместная жизнь – нелегкий труд, поэтому у них есть чему поучиться. Мужчинам беречь свою вторую половинку, своих женщин, любить. Ну а женщинам, наверное, ухаживать за мужчинами побольше, уделять внимание. А у семьи Надежиных совместный путь только начался. Свои отношения Светлана и Олег узаконили накануне. Выбрали красивую дату – 7.07.2017. Парад молодоженов в День семьи, любви и верности стал поводом гулять свадьбу, как положено на Руси, минимум два дня. Вчера у нас была свадьба, и сегодня, соответственно, на продолжение свадьбы мы очень рады и хотим поучаствовать в этом конкурсе. А поучаствовать в параде молодоженов в этом году и заявили желание 18 супружеских пар. Профессиональные стилисты, как полагается, перед торжеством все утро собирали еще вчерашних невест. Пять из них – представительницы сообщества «Мама офлайн». Организаторы мероприятия создали все условия для того, чтобы девушки действительно могли насладиться, не думать ни о чем, прийти, с собой нужно принести только платье, мужа и хорошее настроение. Профессиональные визажисты сделали невестам укладку и макияж. Каждая девушка вновь взяла в свои руки свадебный букет. Несмотря на то, что погода совсем не летная, все участники парада окрылены. Еще бы, ведь в этот день каждая семейная пара смогла почувствовать себя вновь молодоженами. Ура! Красивые, нарядные и счастливые, как в тот самый день, пары прошествовали по парку под торжественное музыкальное сопровождение оркестра. В завершении праздничной прогулки они исполнили свадебный обряд, повесили семейные замочки на мост и выбросили от них ключи в Наташинский пруд. Чтобы поддержать официальный брак, как таковой, уйти от гражданского, что принято нынче в наши дни. Но и второе, это тоже не менее важно, то есть это на одной ступеньке, это то, чтобы все участники вспомнили тот день, тот счастливый, самый романтический день в своей жизни. Парад молодоженов, безусловно, одно из самых ярких событий 2017 года. Почетным гостем праздника стал глава Люберецкого округа. Конечно же, вот такая, я оцениваю, добрая традиция зародилась у нас в Люберцах, именно в день такого, я оцениваю, большого христианского православного праздника. Основа, основ жизни любого человека, конечно, это себя. Все мы вышли из семьи. Программа мероприятия, прямо как на настоящей свадьбе, была насыщена многочисленными конкурсами и подарками. Также организаторы провели лотерею для женихов и невест, во время которой разыграли презенты от спонсоров. А еще в этот день каждая пара смогла запечатлеть себя на память в свадебной фотозоне. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Сто лет исполнилось Михаилу Суханову, участнику Великой Отечественной войны и почетному жителю Малаховки. Поздравление с юбилеем Михаил Иванович принимал от главы городского округа Люберца Владимира Ружицкого. По-настоящему творческие и талантливые люди. Так смело можно охарактеризовать семью Михаила Суханова. Музыканты, театралы, художники. Юбиляр и сам глубоко одаренный человек пошел в отца по образованию архитектор. Однако всю свою жизнь посвятил написанию картин. Их у него порядка полутысячи. Любовь к творчеству прививал и своим детям. Конечно, я очень благодарна отцу за его участие, потому что он постоянно участвовал в моей жизни. У него такие философские, понимаете, философские какие-то воззрения. Он вообще философ, он ищет истину. Михаил Иванович – фронтовик, кавалер Ордена Отечественной войны второй степени. Имеет многочисленные награды. И даже в те сложные годы творил, писал, что видел. А через многие годы представил их на обозрении общественности. За эти выставки фронтовых работ три года назад получил губернаторскую премию «Наше Подмосковье». Уже сегодня такой неравнодушный Михаил Суханов даёт совет молодому поколению. Не повторять то, что было. Не до революции, не после революции. Ведь ужасное положение было. Почётный гражданин Малаховки создаёт не только картины. В свои годы Михаил Суханов находится на заслуженном отдыхе и живёт воспоминаниями. Описывает их в своих мемуарах. В доме юбиляра столетия отмечали на широкую ногу. Журналисты, социальные работники, представители общественных организаций и даже сам глава Владимир Ружицкий приехал поздравить такого большого человека. Михаил Иванович, я тут присяду. А это вот, смотрите, Москва, Кремль, фюмилеи. И знаете от кого? От Владимира Владимировича Путина. От Владимира Владимировича Путина. Это вот я вам вручаю тоже. Андрей Юрьевич Воробьёв. Ой, ну куда это? Это от губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва. Прямо уже дарили меня. Ну а что, я вам скажу, у нас таких людей мало. Такие нескромные поздравления Михаил Иванович, в свою очередь, подарил гостям свой каталог, где собраны его лучшие живописные работы. Расстались гости в хорошем настроении. Договорились встретиться на следующем юбилее в 105 лет. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Свежий воздух, спорт и добрые друзья рядом. В Люберцах прошла открытая спортивная тренировка. Принять участие в ней мог любой желающий. Такие занятия организованы при поддержке окружного спорткомитета. А проводят их члены военно-патриотической организации «Русский лад». Утягиваем ножки и на руках мы опускаемся. Спорт в каждый двор. Уникальный проект, разработанный сотрудниками спорткомитета городского округа Люберцы. В рамках программы тренеры предлагают всем желающим принять участие в комплексе простых физических упражнений. В рамках данного проекта мы стараемся привлечь максимальное количество жителей нашего города к занятию физической культурой и спортом. Активизировать, скажем так, занятия спортом и физической культурой именно на дворовых площадках, не на специализированных объектах. Для реализации программы «Спорт в каждый двор» организаторы проекта стараются привлекать к занятиям на свежем воздухе общественные организации и профессиональных тренеров. «Тренировки различного формата, то есть это как общая физическая подготовка, так и какие-то узконаправленные, то есть будут тренеры по тайскому боксу, соответственно по гимнастике, также проходили мероприятия. Все это служит одной единственной целью, чтобы мы оживили спорт во дворах Люберца, чтобы люди вновь приобщались к здоровому образу жизни». Спорткомитет для проекта сотрудничает с фитнес-клубами округа. Те предоставляют тренеров для проведения как элементарных физупражнений, так и сложных мастер-классов по различным спортивным дисциплинам. «Просто общая физическая подготовка, поседания, отжимания, подтягивания, все именно на технику идет. Показываем, рассказываем. Мы обычно в конце каждого мероприятия мы вручаем небольшие грамоты лучшим участникам мероприятия». Подобные тренировки во дворах развивают в детях физическую выносливость и спортивные навыки. «Мы бегали, кругов делали захлесты, упражнения на трицепс, пресс делали, планку, отжимания, приседания». Все занятия во дворах проходят бесплатно. Любой желающий под наблюдением профессиональных тренеров может принять участие. В планах проекта «Спорт в каждый двор» дальнейшее развитие не только в Люберцах, но и по всему городскому округу. Екатерина Скрижалина, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Телеканал ЛРТ снова в числе награжденных. На этот раз нашу компанию отметил Российский союз неправительственных организаций Отечества. Он организовал первый всероссийский конкурс патриотической песни и хореографического искусства под похожим названием «Молодые таланты Отечества». В канун празднования Дня России Дом ученых Российской Академии наук стал площадкой для масштабного мероприятия. 300 участников и более 400 хореографических и вокальных номеров. На первый всероссийский конкурс «Молодые таланты Отечества» съехались юные дарования 47 регионов нашей необъятной Родины. Каждый должен иметь искру творчества. Это очень важно, потому что это дает в жизни большое начало большой жизни. То есть человек раскрывается, показывает свои возможности, а тем более, когда он молодой. Главным организатором первого всероссийского конкурса детского творчества выступил Российский союз неправительственных организаций Отечества. Его президент Александр Воловик выразил благодарность всем тем, кто помог в проведении мероприятия. Телеканал ЛРТ – одно из первых СМИ, которое достойно осветило это масштабное мероприятие. За это сотрудники и удостоились награды. За большие заслуги перед нашим конкурсом, перед тем, что людей информировали об этом. Это главное. Понимаете, люди должны не только слышать, они еще и должны видеть информацию. Я очень благодарен, в частности, Люберецкому телевидению, которое своевременно приехало, сняло не только своих люберчан, которых она любит, но и других участников конкурса. В завершении встречи руководитель Союза Отечества выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Анна Троян, Кирилл Евгеньев и Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. На минувшей неделе в Коломне отметили главный татарский национальный праздник – Сабантуй. Костей ждал праздничный концерт, народные состязания и конкурсы, и, конечно, национальная кухня. Сабантуй – ежекодный народный праздник, окончание весенних полевых работ у татар, башкир, марийцев и многих других народов. Вот сейчас, пройдя по подворью, вы все видите праздник абсолютно народный. Я вас всех от чистого сердца приветствую на нашей многациональной коломенской земле. Сабантуй празднуется на территории Подмосковья уже 17-й раз. Истоки Сабантуя уходят в глубокую древность. Разные народы традиционно отмечают праздник соревнованиями, гуляниями, песнями, танцами и готовят сладкие угощения. Сегодня большой праздник Сабантуй, который празднуют не только в нашей стране, не только в нашем районе, но и за рубежом. Этот праздник Сабантуй отмечается с большим размахом. Все татары собираются на свой национальный праздник. Многие гости прибыли на Сабантуй из разных городов России. Всегда приходите на Сабантуй, всегда весело, играйте, участвуйте в играх. Присутствовали на празднике и необычные гости. Организаторы Сабантуй 2017 оборудовали специальную площадку для соревнований на берегу Москвы-реки в селе Черкизово Коломенского района. Среди конкурсов были борьба куреш, бои под ушками на скользком бревне, перетягивание канадок, песни, пляски, верховая езда и даже драйленд-дисциплина, собачья упряжка. На официальной части праздника глава Коломенского района Андрей Ваулин и глава Лаишевского района Республики Катарстан Михаил Афанасьев подписали соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве. И то, что вы увидели сейчас в подписании соглашения, это и есть. Праздник Сабантуй – это не просто один раз собраться, попеть песни и так далее. Праздник Сабантуй – это заложить перспективу отношения на дальнейшее. Почетных гостей и зрителей угощали традиционной восточной сладостью – чак-чак, изделием, приготовленным из теста с медом, который относится к кухне тюркских народов. Главным соревнованием на празднике стала борьба куреш. Это традиционное татарское состязание, победителю которого испокон веков дарили барана. И в этот раз обычай решили не нарушать. Первое место и звание абсолютного батыра Сабантуй 2017 выиграл Владимир Антонов из города Коломна. Гости торжества с нетерпением ждут следующего праздника Сабантуй 2018, который пройдет в Сергиевом посаде. Екатерина Скрижалина, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. В Томилине прошел второй открытый рок-фестиваль. Коллективы из Москвы и Подмосковья исполнили не только известные хиты, но и оригинальные рок-композиции собственного сочинения. Также на фестивале можно было поучаствовать в лотерее от организаторов и выиграть губную гармошку или сертификат на обучение игре на барабанах и гитаре. Сегодня у нас рок-фестиваль. Второй фестиваль в нашем центре. Первый был пять лет назад. Ну а теперь мы решили возобновить и, наверное, эту традицию продолжить. Рок-фестиваль прошел на открытом воздухе. Томилинские фанаты рок-музыки собрались на территории Центра культуры и семейного досуга. Заявить о себе и продемонстрировать свой талант мой к любой желающей. На фестиваль приехал коллектив под названием «Вопреки ожиданиям» из города Бронницы. Мы играем в стиле мультирок, то есть смешанные стили. У нас нет одного какого-то единого стиля, поэтому каждая песня в своем стиле. Конечно, новое место, новые люди, поэтому будем стараться понравиться. Гости из города Бронницы запомнились своим зажигательным выступлением. На сцене они исполнили не только известные композиции, но и песни, которые написали сами. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ На фестивале выступали как опытные коллективы, так и начинающие исполнители. Сергей Тамаров приехал из города Люберцы и впервые вышел на сцену, чтобы исполнить партию ударных из известных композиций. Сегодня играю первый раз в своей жизни на сцене. До этого играл самоучкой лет на его, месяцев семь. Потом пошел учиться, полгода учусь, и вот 16 месяцев у меня опыта всего. Первый раз вышел на сцену. Все желающие могли поучаствовать в лотерее и выиграть специальный подарок от организатора фестиваля. Членам съемочной группы в этот день посчастливилось выиграть губную гармошку от магазина музыкального оборудования «Арсенал звука». Номер 42. Отлично. О, какая радость. Бегом, 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 бегом. Отлично. Так, представь. Карина. Карина. Ну, тоже, я считаю, тоже сегодня самый лучший день. Представляете, как вообще неслыханно повезло. Губная гармошка. Карина Казаева, Петр Пономаренко, Андрей Скрипкин, Томилина ТВ. В Крывеческом музее продолжает работу выставка личных вещей Людмилы Гурченко. Уникальная коллекция приехала в Люберце из московской квартиры актрисы. В настоящее время там работает музей. Его директор и муж народной артистки Сергей Сенин накануне посетил Люберецкую экспозицию. Юдашкин, Зайцев, Ковали – это не имена участников модного показа. Это лишь некоторые из великих кутюрье, которые шили для Людмилы Гурченко. Всегда яркая и эксцентричная. Женщина с фигурой статуэтки в экстравагантных нарядах. Такой она представляется зрителю. Однако же в обычной жизни, рассказывает ее муж Сергей Сенин, Люся была совсем другой. Она была человеком очень скромным, очень деликатным, очень тихим. Работа была настолько важна и она настолько фанатична была и предана, что если бы она еще в жизни соответствовала каким-то ролям, то у нее просто сил бы не хватило. Вот на что актрисе хватало сил, так это на создание своих творческих образов. С иголкой и ниткой в руках она порой переделывала под себя даже платье от кутюр и никогда не позволяла себе появляться на публике два раза в одном и том же наряде. Это платье в цвета фуксии, оно авторства Кавалия, но все вставки, то что вы видите, то есть это и в передней части декорированные, и плечи, это все доработка Людмилы Марковны. Она никогда не выбрасывала обрезы и в общем-то собирала красивый гюпюр, кружева и вот подобные вещи. Это винтаж. Вся эта коллекция собрана, можно сказать, из воспоминаний о детстве, об учебе в Авгике, о людях, с которыми работала Гурченко. Вот фотографии Екатерины Рождественской, вот часы из Гжели, которые подарил Людмиле Марковне Эльдар Рязанов, а вот жаккардовое пальто из ее последнего фильма. В этом платье народная артистка выходила на сцену в образе предводительницы преисподней. Огромный огненно-красный шлейф развивался и требовал особенного искусства в движении. И, возможно, это был самый элегантный дьявол в истории русского театра. Ее движения такие легкие, все. Пела она замечательно. Ну вот, ну что можно сказать, все вот это брала за душу. Не оставляла зрителя равнодушным уникальная способность актрисы к перевоплощению. От романтики и нежности до иронии и фарса. Фильм «Пожалуйста. Любовь и голуби». Вот это выражение, когда она пришла к Надежде, говорит, что вот забрала у нее мужа. Как она, деревня, людка, а людка. Вот это вот что-то было. Знаете, вот... Выставка «Звезда эпохи» в Люберцах продлится до конца лета, заверил поклонников Сергей Сенин. Остальную часть коллекции Людмилы Гурченко, более 800 платьев, костюмов и украшений можно увидеть в той самой московской квартире, где супруги жили последние 10 лет и где в роскошных интерьерах хранится душа народной артистки. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. И в завершении выпуска. Холодное лето в этом году изрядно испортило настроение и планы москвичей и жителей столичного региона. Интернет пестрит жалобами и шутками об аномальной погоде. Ну а наш корреспондент вместе с люберчанами все-таки попыталась найти плюсы среди многочисленных недостатков такого неправильного лета. Хоть знаменитой песней поется, что у природы нет плохой погоды, однако с этим можно поспорить. Особенно жителям Центральной России, которые в этом году остались без лета, жаркого солнца и купального сезона. Но если подумать глубже, может в этом есть свои плюсы? Ну, например, лесных пожаров не будет и на водоемах никто не пострадает. Воздух чистый в Москве и в Подмосковье, ну и все зеленое, нет выжженной травы и, не знаю, мне кажется, природе и такая погода тоже нравится. Летом обычно мы на даче купаемся, загораем. Сейчас это невозможно. Там ничего не растет, отдыхать даже не хочется. Ждем новых, хороших, теплых дней. В городской среде достаточно сложно доходиться с температурой выше 25 градусов, поэтому комфортно работать, комфортно передвигаться. Ну, нормально. Мы уезжали, поэтому нам хорошо. Скажите, я хорошо? Хорошо. Для меня лично это не играет роли. Главное, чтобы было настроение, играла музыка и было желание делать все, что хочется. Педикюр – это экономия. Одеваются кроссовки и все скрывается. И все нормально. Хорошо то, что много зелени, наверное. То, что дожди, зелень. А для здоровья? А для здоровья, да, конечно, не очень. Тем более для пожилых людей. Ночью, допустим, не жарко. Если там 20 градусов, то дома сидишь там. В Москве, например, я живу. Будет 20-19, то это не очень хорошо. Плюс? Ну, есть. Нет снега. Как говорится, у природы нет плохой погоды, да? Ну и все, а что советовать там? Да и все, пусть радуются, что хотя бы живут. Вот. Давление иногда мучает. А в такую прохладную погодку оно полегче переносится. Ну, конечно, градусов 20, вот такая, как сейчас погодка, желательно тоже для отдыха. Не больше. Не больше нет. Для молодежи может поджариться где-то. Нам и этого хватает. Ну что же, оптимисты ищут плюсы во всем. И даже холодное дождливое лето тому не помеха. Я думаю, такая погода прежде всего на руку женщинам. Можно сэкономить на шоппинге, не бояться переборщить с макияжем. И да, худеть можно уже к следующему лету, которое обязательно будет жарким. Вас пытались развеселить. Луиза Игия Зарян и Дмитрий Родянко. Телеканал ЛРТ. Ну что ж, такое мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно, следующее узнаем совсем скоро. Ну а я напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на страничках ЛРТ в социальных сетях. Подписывайтесь. Ну а я, Наталья Григорьева, с вами прощаюсь. Всего вам доброго и хороших вам выходных.